По мнению западных, японских, да и вообще каких угодно разработчиков, русские неимоверно тупые. Каких только глупостей не творили наши соотечественники в играх. Развязывали бессмысленные войны, боролись с иммигрантами в Америке и били медведей. А какие еще безумства на их счету? В этом видео мы собрали самых тупых русских в видеоиграх. Устраивайся поудобнее, подписывайся на канал и приятного просмотра! В Ред Алерт полно русских. Вот только если эффектная снайперша Наташа Волкова, сыгранная отмененной джиной Корана, обрела народную любовь, а телепата Юрия уважают и побаиваются, то Александр Романов из Ред Алерт 2 – натуральное посмешище. Романов добрался до власти, будучи марионеткой Запада, которая должна обеспечить мир. Но вскоре попал под контроль харизматичного Юрия. Под влиянием экстрасенса он развязывает новую войну. Пока преимущество остается на стороне Советского Союза, Романов храбрится на камеру и толкает невразумительные речи. Но стоит Альянсу переломить ход войны, как начинает проявлять трусость и глупость лидера. Он находит двойника, который ни капли на него не похож, и прячется от смертоносной воительницы Тани Адамс под столом. С таким правителем у СССР не было ни шанса на победу. GTA 4 особенно близка российскому сердцу. Главный герой пусть и серб, но считается своим. Рассекать по Либерти Сити можно под культовую радиостанцию Владивосток ФМ, а среди злодеев полно русских. Некоторые соотечественники хитры и коварны, но другие безмерно... Чего только стоит Влад, а.к.а. Владимир Глебов. Геймеры знают Влада по бессмысленной и беспощадной цитате. Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Философская мысль сопровождалась заливным смехом как NPC, так и самих геймеров. Персонаж вообще говорил много глупостей. В итоге это и довело его до могилы. Когда-то Влад одолжил Роману, брату главного героя Нико, приличную сумму и теперь держит его на крючке. Злодей знал, что Нико не простой парень, который успел проявить себя в конфликте с албанцами, но все равно продолжал унижать его брата. Подобной глупости не было прощения. Взбешенные Нико и Роман навещают Влада и безжалостно пускают пулю ему прямо в лоб. Один из самых забавных квестов в GTA 5 связан с глуповатым русским. Однажды безумный Тревор встречает пару сознательных граждан, которые одержимы борьбой с иммигрантами. Самый яркий боец с мексиканцами и прочей братьей оказывается выходцем из России, который даже английского-то не знает. Паспорт давай, ебать, мам. Я не понимаю. А, да ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Он постоянно болтает на русском, лишь изредка бросая иностранные фразочки вроде «Go car», «Go now» и тому подобное. Не лучше он знает и культуру США, путая гимн и напевая британскую «Боже, храни королеву». Все это не помешало ему организовать общественный пограничный патруль, преследующий и насильно депортирующий латиноамериканцев. Еще одна глупость Джозефа – приглашение в команду Тревора, который пару раз помог поймать мексиканцев, а затем выяснил, что жертвы были законными гражданами Америки. В порыве гнева герой находит Джозефа и убивает его. В последней трилогии Томбрайдер сексуальная Лара Крофт воюет с троицей, которую представляет таинственной и могущественной организацией с безграничными ресурсами и властью. Вот только стоит посмотреть на ее лидеров, как страх меняется хихиканью. Взять хотя бы Константина, который даже с армией солдат не смог остановить хрупкую девицу. Сначала он бессмысленно держит рядом с Ларой свою сестру, которая должна шпионить за авантюристкой, затем ловит мисс Крофт и упускает десяток шансов ее убить, не забывая вещать о зловещих планах. В отличие от других злодеев, я не расскажу вам свой план. Удачи! Да, кстати, я не отношу себя к злодеям. Я считаю, что поступаю хорошо. А на финальный поединок следуя клише отправляется на вертолете. Увы, низкий IQ не позволяет Константину преуспеть ни в одном деле. Любая его затея обречена на провал. В конце концов, еще один русский погибает от рук отважной героини. Обычно гениальный Кодзима отлично прорабатывает своих персонажей, но вот на Евгения Волгина он намеренно махнул рукой, сделав командующего Советского Союза плоским негодяем. Русский маньяк творит злодейство просто потому, что он злой. В Metal Gear Solid 3 Snake Eater злодей наговорил так много пафосных глупостей, что фанаты даже собрали из них ролик длиной в 6 минут. А еще Евгений бисексуал. В третьей части он страстно смотрит на боевую подругу и крутит роман с майором Иваном Райковым. После стычки с Биг Боссом Волгин впал в кому, но на протяжении многих лет ненависть и жажда мести не давали ему погибнуть. В Metal Gear Solid 5 он восстает и становится горящим человеком, но остается таким же тупым. На одном из заданий Биг Босс с легкостью охлаждает его, обрушивая контейнеры с водой. Во время оккупации Земли отец Григорий стал священником и начал относиться к жителям Рейвенхольма как к пасте. Увы, позже на шахтерский городок спустили хеткрабов. Отец Григорий оказался единственным выжившим, а остальные люди превратились в зомби. В этот момент у персонажа поехала крыша. Отца Григория не назвать глупым, но вот безумным легко. На его ладонях выживаны кресты, его речи полны странностей, а мутировавшую паству он освобождает умерщвлением. К счастью, пусть персонаж и тронулся рассудком, но сохранил доброе сердце. Он даст Фримену дробовик, разрешит использовать расставленные по городу ловушки и сопроводит до шахты. Сам он город так и не покинет, ведь пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда оно стало таким непослушным. Разработчики Call of Duty явно недолюбливают русских. То жестокий Имран Захаев развязывает войну, то Владимир Макаров устраивает теракт в аэропорту в скандальной миссии «Ни слова по-русски». В новой Modern Warfare русские продолжают кровожадный террор, но остаются такими же неловкими и глуповатыми. На одном из заданий злой русский заходит в дом восточной семьи и начинает охоту за двумя детьми. Казалось бы, солдат в тельняшке должен легко одолеть пару сопляков, но он погибает. Дети 1, русские солдаты 0. Зангиев – один из самых популярных персонажей серии Street Fighter. Геймеры полюбили здоровяка за грозный внешний вид и борцовские навыки. Красного Циклона считают первым героем файтингов, атаки которого основаны на бросках и захватах. Вот только если силы Зангиеву не занимать, то ума не хватает. Изначально героя планировали назвать «Вот как Кабальски». Если от этого стереотипа отказались, то связь Зангиева с медведями осталась в биографии бойца. Каждый раз, когда персонаж оставался недоволен выступлением, он отправлялся в сибирскую глушь и ввязывался в драку с медведями. Хорошо, хоть балалайку Зангиеву не выдали. Быть может, герой не самый умный малый, но любви к родине ему не занимать. Пулеметчик – один из самых популярных и забавных русских персонажей в играх. Неудивительно, что разработчики Team Fortress 2 его любят и делают так много роликов с ним. От наивных и глуповатых речей героя трудно не рассмеяться. Главная любовь пулеметчика – огромная пушка по имени Саша, 12 секунд стрельбы из которой обходятся в 400 тысяч долларов. Здоровье здоровяк пополняет бутербродным устройством для поедания. Медлительный герой и сам понимает, что в интеллектуальной дуэли он мало с кем совладает, зато у него есть солидный козырь. Я еще не встречал никого умнее пули. The Punisher – одна из самых жестоких игр в истории. Какие только убийства не проворачивал Фрэнк Касл. Забросывал неприятеля в гроб вместе с гранатой, заживо сжигал людей в печи и топил в цартире. Однако даже карателю было не до смеха, когда против него выходил здоровенный детина по прозвищу Русский. А ведь встретиться с ним приходилось не один раз. Впрочем, каким бы сильным и могучим не был злодей, а противостоять карателю – немыслимая глупость. Фрэнк поджигал его, взрывал и выбрасывал из окна. А Русский все продолжал бессмысленно бежать в сторону героя, сжав кулаки. Лишь ядерное устройство смогло остановить глуповатого бедолагу. Как видишь, тупых русских в играх немало. А каких еще не обремененных интеллектом соотечественников мы забыли включить в это видео? Поделись с нами в комментариях, и быть может, мы разовьем тему и расскажем про русских в играх, которыми можно гордиться. А в этом также поможет лайк под этим видосом, подписка на канал и звонкий клик по колокольчику, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом пока все. Живи с умом и до новых встреч на Виджетаймс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова